Здравствуйте! Меня зовут Самойленька Наталья, и вы на канале Репейник. Сюжет сегодня будет посвящен розам. Причем мои коллеги, узнав о сюжете, который им предстоит снимать, сначала немного расстроились и даже возмутились. Опять розы? Что больше не о чем рассказать? И в чем-то они правы. Совсем недавно был прямой эфир, посвященный этой теме на канале у Саши Райковой. Недавно вышел очень интересный выпуск на канале Европлант Лайф. И вот мы снова и снова возвращаемся к розам. Причем снова и снова к Парковам. И я нисколько не боюсь, что этот сюжет провалится или не будет интересен зрителям. Такой повышенный интерес к этим растениям более чем обоснован. Причем именно в этом году. Эта зима и тем более весна для многих садоводов само существование розариев может поставить под очень большим вопросом. Все так расслабились и привыкли к мягким зимам, что на наших участках стало появляться очень большое количество погранично зимующих культур. В том числе и южных чайно-гибридных красавиц. На мой взгляд, эта зима окончательно поставит все точки над «и». Середина марта, а термометр показывает минус 29. То есть на быструю молниеносную весну рассчитывать не приходится. Даже если снег быстро растает, то растения все равно еще долго будут приходить в себя, медленно просыпаясь от зимней спячки. И если цыплят по осени считают, то розы по весне. И я боюсь, что предпочтения северян вынужденно будут отданы именно парковым розам. Хотя возможно, что даже и среди них будут какие-то потери. Итак, розы для холодных зим. Возможно ли такое? Да, конечно. Садоводы уже давно оценили неприхотливость роз. Как ни странно, более красивого и выносливого растения не существует. В каких только условиях у нас не росли розы. Вспомните, как импульсивно купив в феврале розочку, она терпеливо ждала своего часа, когда же вы высадите ее в грунт. И, несмотря ни на что, дождалась таки. Или, как опять же, поддавшись порыву в садовом центре, вы приезжали домой с двумя или тремя красотками. А потом не знали, куда их пристроить. И, не найдя места, зачастую прикапывали их в самых странных местах. В голый песок или, наоборот, в чистую глину. В место, где солнышко нечастый гость или недалеко от прожорливой сосны или березы. О, сколько таких прикопов я видела на участках Ленинградской области. И ведь, несмотря на все жесткие условия, розы выживали. Им было плохо. Они оставались, зачастую, совсем без листьев. Или, наоборот, покрывались пятнистостью или мучнистой росой. Но при этом цвели. Причем как? И если мы вспоминали про них накануне зимних морозов и укрывали их, то весной они вновь возрождались, словно феникс из пепла. И дожидались, когда же все-таки. Им уделят должное внимание и создадут условия, достойные их царственной натуры. И тогда они заиграют и расцветут. И раскроются в полной мере. Но при всей своей неприхотливости во входе, у большинства рост есть маленькая ахиллесовая пята. Это зимостойкость. И даже если морозостойкость у многих сортов и видов очень и очень неплоха, то зимостойкость явно страдает. Давайте вспомним, какие розы нам больше всего нравятся. И какие наиболее популярны. Конечно, это чайно-гибридные. Немного отходят на второй план палеантовый, уступая место флорибунду. Нельзя забыть про не теряющую популярность аж с конца 17 века миниатюрные розы. Их почему-то крупные сети и цветочные магазины все время пытаются выдавать за растения для комнатного садоводства. Что в корне неверно. Дома миниатюрки страдают от сухого воздуха, очень часто чахнут и загибаются. Ах да, нельзя забыть про розы Дэвида Остина. Мы как-нибудь наберемся наглости и снимем сюжет про остиновские розы. Ну, кого еще забыла? А выделяет еще патио розы. Тоже очень интересная группа. Наверняка еще кого-то пропустила, но и перечисленных групп более чем достаточно. Что общего в поведении агротехники у всех этих перечисленных роз? Давайте попробуем разобраться. Первое, да? Все розы нуждаются во влажном плодородном грунте. При этом грунт должен быть хорошо воздухопроницаемым. Но подготовить один раз землю и забыть у вас не получится. Розы очень любят поесть. Это и неудивительно. Ведь на постоянное цветение уходит очень много сил. А их откуда-то надо пополнять. И любая почва, пусть самая, что ни на есть плодородная, достаточно быстро обеднеет. Поэтому вам ежегодно надо будет их кормить. Некоторые розоводы рекомендуют делать это аж до пяти раз за сезон. На мой взгляд, это хорошо лишь для тех регионов, где слово «зима» – это всего лишь слово. Для Ленинградской области двух раз более чем достаточно. А при нынешней весне боюсь, что и одного раза хватит. Второе – это солнечное и желательно безветренное место. Ведь только на солнце розы раскрываются на все сто процентов. Полутень для роз уместна для очень жарких регионов. А у нас солнышка с вами и так вечно не хватает. И третье – самое главное, на мой взгляд, что объединяет все вышеперечисленные розы. Это зимний покой. Вы только вспомните – ноябрь или даже начало декабря. Все деревья и кустарники в саду давно уже облетели, многолетние цветы засохли, первые заморозки давно позади, а ваша розочка словно и не замечает этих природных изменений. Она стоит, как ни в чем не бывало, да еще и умудряется цвести. Цветущая роза, выглядывающая из подснежной шапки, уже давно не вызывает удивления. Так же, как и стартующая роза в декабре, при долгое возвратное отепеле. Вот в этом и вся загвоздка. Все вышеперечисленные группы роз в большинстве своем вечно зеленые. Состояние покоя у них условное. Опять же, вспомните, какие операции мы с вами делаем осенью перед укрытием. Правильно, обрезаем листву, кое-кто еще и зеленые побеги, и накрываем, то есть лишаем ее света и фотосинтезирующего аппарата. Зачем? Чтобы растение наконец-таки перестало вегетировать. Мы искусственно погружаем розу в зимнюю спячку. Долгий, похожий ролик у нас с вами получится. Я говорю уже 5 минут и еще даже ни слова не сказала о главных героинях нашего сюжета. Но, на мой взгляд, это важно. Важно знать и понимать, почему мы укрываем розы при температуре минус 5. Почему делаем именно воздушное укрытие. И зачем многие виды, которые вроде бы держат температуру до минус 30, а некоторые даже до минус 50, мы все равно тщательно готовим к зиме. И почему после этой зимы многие розари опустеют, а садовые центры вдруг усиленно переключат свое внимание на парковые розы. Ну вот, вот мы и подошли к самому интересному. Мы выяснили, что хороший розарий может быть при соблюдении трех основных условий. Первое. Регулярные подкормки, хорошее освещение и введение растения в состояние покоя. Все это хорошо. А если нет времени на бесконечное обрезание отсвевших соцветий, нет возможности весной ловить погоду, чтобы проветрить розы, чтобы вовремя открыть, чтобы в нужный момент, наоборот, закрыть от ночных заморозков, чтобы осенью не проморгать, когда же нужно окончательно их закрыть. Но при этом все равно нам роз очень и очень хочется. Ну что, совсем нельзя? Совсем-совсем? В садоводстве такого не бывает. В садоводстве можно и, возможно, все. Надо только правильно к этому подойти. И вот для людей, которые отчаялись и не верят в долину роз у себя на участке, мы посвятили этот сюжет. Итак, погнали. Одни из самых некапризных и непритязательных сортов роз считаются сорта, выведенные на основании морщинистой розы. Еще бы, более выносливой представить себе сложно. Морщинистую розу мы с вами все прекрасно знаем. В Ленинградской области она потихонечку заселяет берег Финского залива. Ее, кстати, очень активно используют в озеленении городские службы, высаживая ее вдоль железных дорог, бульваров и на неукрепленных склонах. Этому виду шиповника можно петь хвалебные оды до бесконечности. Она растет на любых почвах, в том числе и на песке. Мало кто из растений может похвастаться этим. Как к священию у нее тоже почти минимальные требования. Видели ли вы розу, растущую в тени? В полутени да, но в тени вряд ли. А морщинистая достаточно на несколько часов солнечного света. Она, несомненно, ароматна. И это передалось многим ее сортам. У морщинистой розы поистине сибирское здоровье и сильный иммунитет. Именно благодаря этому качеству она устойчива к грибным заболеваниям и мало повреждается вредителями. Она морозоустойчива. Низкие температуры ей не страшны. Она их попросту не заметит. Еще давайте в копилочку плюсов добавим засуха и ветроустойчивость. И последнее, самое важное, это легкая гибридизация. Морщинистая легко скрещивается с другими видами роз. А значит, у нас богатый выбор сортов. Есть ли у нее минусы? Конечно. У любого растения есть качество, которое человек, вопреки задумкам природы, считает минусами. Но эти минусы не распространяются на сорта и гибриды. А следовательно, в этом сюжете мы на них останавливаться не будем. Но обязательно подробно расскажем в одном из сюжетов. Так как я уверена почти на 100%, что в комментариях обязательно вспомнят о том, что в Финляндии идет активная борьба с этим растением. И оно запрещено к размножению и продаже. Но поверьте, опять же, на гибриды и сорта это не распространяется. Давайте вернемся снова к розам. Несомненно, большинство сортов, ведущих свою родословную от морщинистой, переняли от своей прародительности все ее плюсы. И гораздо лучше себя будут чувствовать в холодном климате по сравнению с сортами, ведущими свою родословную, от южных красавиц Индии, Египта или Турции. Или я не права? Но это совсем не значит, что совсем-совсем ничего делать не надо. Надо, но шансов на успех с гибридами морщинистой у вас гораздо больше. А значит, разочарования будут меньше. Что и как нужно делать, мы поговорим в конце сюжета. А пока еще пару секунд полюбуйтесь на гибриды морщинистой. А потом мы перейдем к канадским. Вообще история выведения сортов, принадлежащих канадской селекции, крайне интересна. Как минимум потому, что в свое время это была целая программа, финансируемая государством. Как правило, государство всякие там цветочки не интересует. И если уж финансировать, то программы по выведению новых сортов пшеницы, картофеля и всевозможных плодово-ягодных кустарников и деревьев. Но не цветы. Я знаю еще только один случай, когда государство профинансировало растения, которые нельзя съесть или использовать как сырье фармацевтики. Это Финляндия с ее знаменитыми рододендрами. Пожалуй, и все. Но вернемся к розам. Первые шаги были приняты еще в начале 20 века. Ряд канадских ученых и селекционеров, в числе которых, между прочим, было две женщины, Изабелла Престон и Фелисис Тассвейда, а это для того времени было настоящим прорывом, начали кропотливую работу над выведением сортов роз, устойчивых к непростому климату Канады. За основу были взяты некоторые сорта кордеса, небезызвестная на морщинистая роза. Ну, куда уж без нее. И ряд других шиповников, таких как роза сизая, роза зловонная, роза ключайшая и роза корейская. Не все сорта сохранились. Не все можно назвать удачными. Но даже те, которые мы можем себе позволить сейчас, этих сортов достаточно, чтобы создать розарий. Музыка. 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 Но это еще не все. Есть сорта, относящиеся к серии Паркланд. В их названии очень часто есть слово модерн. К модерну не имеет никакого отношения. Это название научно-исследовательской станции, где велись работы над этими сортами. Музыка. 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 Несмотря на то, что эти сорта считаются зимостойками, все-таки они уступают зимостойкости сортам из первой группы. Но также нетребовательны к почвенным условиям и устойчивы ко всякого рода хвори. Есть еще одна характерная черта этой группы сортов. Все они корни собственные. То есть бояться, что подвой забьет нашу розочку, не стоит. И если побеги пострадают после зимы, то есть какие-то шансы на восстановление. Ну и несколько слов о сортах канадской селекции 21-го столетия. Серия посвящена канадским художникам и их творениям. Глядя на эти сорта, без труда можно понять почему. Посмотрите, насколько они яркие и эффектные. Но несмотря на то, что в канадской группе они действительно одни из самых прекрасных, при этом они и самые уязвимые. Как видите, даже с канадскими розами есть свои нюансы. И не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Ну, а теперь давайте подведем некую черту. Гибриды морщинистой и сорта канадской селекции, безусловно, более устойчивы и наименее притязательны к морозам и условиям произрастания. Но это совсем не значит, что делать совсем ничего не надо. Операций по уходу намного меньше. Не надо обдирать листья. Обрезка многих сортов сводится к санитарной. И максимум вырезанию совсем уж не одревесеневших побегов. Гораздо меньше надо кормить. Меньше возни с болезнями. Во многих ситуациях не нужно укрывать, ну и так далее, и тому подобное. Но все-таки это не растение, а абориген, который живет по принципу, где родился, там и пригодился. Это искусственно выведенные сорта, во многом потерявшие природные преимущества своих прародителей. Поэтому пусть легкое, но иногда укрытие все равно делать нужно. Особенно в тех случаях, если в течение весны и лета вы переборщили с удобрениями. Если у вас крайне ветреный участок. Если крайне малоснежная зима. Ну и так далее. Наблюдайте за вашими растениями. Любуйтесь ими. И они сами вам подскажут, что и как нужно делать. А на этом все. Нет, не все. Маленький анонс. Я очень надеюсь, что вслед за этим роликом выйдет сюжет от Кати Любаши. Они подготовили очень интересный материал о растениях-компаньонов для роз. Вас ждет крайне увлекательное путешествие в мир роз. С готовыми решениями, с готовыми схемами и с увлекательнейшим рассказом. Вот теперь все. Цепляйтесь. До скорых встреч. Увидимся. Весна близко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин